приветствую друзья с вами Эдуард Волков и на сорок седьмом дне поста на соках на жидкостях то есть сорок седьмой день я только пью ничего и не потребляю твердую пищу ну самочувствие как всегда у меня нормальная правда сегодня вот утра была такая небольшая головная боль то есть вот я уже давно у меня только изначально когда начинал поститься у меня были иногда такие утром особенно когда просыпаешься такое состояние чуть ватная так вот сейчас на сорок седьмом дне 46 заканчивался тоже у меня такое состояние было я долго ломал голову недолго абсолютно но пришлось подумать о том что вот что же могло послужить причиной потому что единственной причиной которые когда у человека случаются головные боли это отравление то есть это моя личная концепция что сигналы те которые даются вот говорит как головная боль мы чувствуем которые это является признаками отравления признаки отравления прежде всего в кишечнике но и оказывается что так сказать мне для того чтобы уменьшить живот делали массаж глубокий массаж такой кишечника даже я вот показывал да как как топчутся по мне детишки мои вот они вот это глубоко когда живот большой и они до кишечника доходят там лапками своими оттуда из-за комарка выскакивает все все дермецо которое там прячется потому что большой живот это признак наличие каловых камней их очень много там у любого человека кронит талии вот уже перестали быть такими худенькими и счастливыми и которые у которых есть а еще тем более которых есть животики там присутствует огромное количество вот этого вот всего дермеца и вечерком перед этим мне потоптались в общем хорошо по это самое поскакали даже по животу и вот причину я как бы нашел только после того как дважды сбегал в туалет то есть там рассказывать о том что там было представьте себе на сорок седьмом дне что выскакивает из человека что-то может выскакивать то есть описание как я и так наверно вас заму замучил показами вот этого всего фильма где показан чистый кишечник но я повторюсь это не не будет не будет лишним то есть это такая мотивационная вещь чистая вот уже нечистая кишечник я надеюсь что у меня первый вариант был уже сейчас есть но я также знаю что наличие живота большой объем от этого живота занимают вот эти все вот эти все разные закомарки уголки от кишечника то есть вот везде там прячется гниет вот такая вещь здесь показано 45 46 лет человек а вы представьте себе что мне уже 56 то есть и что там может быть это уже 65-летний человек который ни разу не задумывался о спорте о физическим физических занятиях и о своем здоровье прочистке своего кишечника на вот вот это все вот эти все такие гадости вот выходят из человека когда при таком интенсивном так сказать очищение 47 день только лишь одного очищения вес сходит потихоньку 200 грамм примерно в день я думаю что просто клетки жидкостью слишком наводнены а если поменьше пить то вес еще на килограммчик спокойно сойдет вот и вот причина головной боли головная боль это отравление это сигнал того чтоб в крови много много отравы много вот этого всего и массажем этим я себе вот так взбудоражил все что это то есть какая ли там в меру так я чувствовала скакали и все это взбаламутили и там еще внутри жидкость была и это все вымывается это страшная вещь ночью и то что нам ученые говорят о каком-то иммунитете он полностью зависит все что мы называем там мигрень вот эти хронические головные боли это же просто-напросто обычная обычное отравление то есть хроническое отравление то есть приходит у вас мигрень возьмите съешьте таблетку человек съедает эту таблетку у меня вырубает сенсор каким-то образом там они придумали как это сделать но грязь это остается и вытравить также организм который становится вялый и у него почему-то исчезает иммунитет вот с этим иммунитетом очень вещь такая разработанная в науке и будем так говорить такая сложная там концепция такая прям пирамида стоит с этим иммунитетом там столько умных слов я заготовил вот сегодня такую заготовочку а али александр апт то есть такой то это соломонович очень интересный он самый главный у нас один из самых главных вирусологов специалистов вот и вот он многим может читали потому что я перед этим его полностью программку выставлял h2 вот и там очень много рассказывает он и я вот всеми руками и ногами за то чтобы именно таких программ было как можно больше научных чтобы люди узнали о своем теле что-то чтобы они понимали что происходит но дело в том что ученые так увлеклись эзотерикой герметической что они герметично это закрыто это как группа людей вот это научный институт который сленгом своим то есть закрыт от нас мы не знаем что такое лейкоциты можем прочитать и как бы понять но эту схему которую которая ну лингвистическую да там тэлин концы ты там хелперы т хелперы т киллеры то есть вот такая вот целая санта барбара там властелин колец или там про этих хоббитов то есть вот это весь этот концерт весь и он присутствует внутри нас оказывается то есть ученые создали такую концепцию я подчеркиваю это только концепция она может с реальностью не иметь ничего общего то есть где-то соприкасаться а где-то уходить в фантазии научные но они принимаются потому что они каким-то опытным путем повторяют эти все но представьте вот эти все киллеры хелперы лейкоциты которые живут у нас там селезенка вот занимается иммунитетом и вот вырезать у человека селезенку и он живет каким-то образом с иммунитетом без иммунитета пол мозга человеку вырезать тоже может жить а может и не жить так уж случается вот но вот эта зависимость и очень сложный механизм и очень много умных слов ученые привыкли говорить то есть они на каждую болезнь они наговорят кучу умных слов потому что как бы это принято у них в культе культура называется культура у них принято заморачивать в голову клиентам именно словами что чтобы не приставали да то есть что у тебя у тебя там что-то такое прими на веру и вот люди принимают на веру и не понимают сути всего но и самое интересное что если если начать разбираться то есть кому интересно откопаться в этих всех вирусологии да или в генетике вообще генетика вообще изумительная форма кто-то так посмеялся над каким-то научным сотрудникам и сказал что ну типа генетика зависит от наllaMANне ответ от генетики генетика зависит от наследственности до наследству наследственность зависит от гены представьте себе да вот от гены какого-то зависят может это гена сосед был какой-то да это посмеялся над этим научным сотрудником генососед там натворил каких-то какой-то инженерию и ради родилась родился ребенок с наследственностью такой от гены а потом это вам и сейчас должны все это расхлебывать из эту генную теорию то есть понятно что ученые подбирают какие-то концепции под под реальность да то есть видно что от папы с мамой что-то у нас получается но вот когда начинают уже типа делать из этого концепцию генную а потом еще генную инженерию тут просыпается уже такие аналогии с нанотехнологиями с витаминами то есть понимаете в чем дело это все генная инженерия на вырос клетка это слишком маленькая сейчас на сердце там на человека там разрезают хирурги ему там пришивают что-то давно это размеры понимаете или в мозге там что это сосудики даже могут сшить то маленькие там все представляете уровень клетки а вы представьте еще уровень вируса то есть это уже вирус как раз подходит под размеры нанотехнологии то есть это все делается на вырост создается концепция а потом они к ней тянутся 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 накидывают разных предположений и это тянется годами поколениями тянется а сколько здесь правды и чего правда это уже сложно добиться то есть у нас есть такие болезни как айц у нас есть малярия у нас есть туберкулез у нас есть рак у нас есть куча болезней фурункулез который не лечатся никто не знает почему эти прыщи и там эти волдыри вскакивают на людях они там пишут открываем википедию пишут от этого от этого от этого от этого смотришь это и это противоречит друг другу но все равно от этого от этого может появиться это то есть то есть если уже вообще тупик то он начинает это вирусное заболевание то есть попадается извне слабый иммунитет и развивается болезнь я говорю что нет ребята давайте немножко будем уже к реальности подходить я ничего не отрицаю я не хочу вашу концепцию отрицать я хочу вывести на публичную плоскость то есть почему бы не собрать этих научных умных сотрудников несколько и перекрестные делать какие-то очень интересно задавать вопросы такие детские вопросы нормальные вопросы что как же ты все-таки существуешь человек как же ты думаешь да что ж ты наворотил и что такое за сто лет что же эта наука выдумала как она выкрутилась из ситуации если люди заболевают люди умирают они все говорят что вот мы там тормозим что там мы там что-то добиваемся хотя я вот это приготовил этот продукт туберкулез александр человек сейчас быстренько посмотрим что он говорит вздумайтесь я вот эту передачку просто сократил до минимума ускорил это не для смеха это просто для скорости понимаете что сколько там вообще непонятно вообще непонятно они не понимают что о чем речь они вот это умно говорят говорят а в конце внизу в каждой википедии написано что это до конца не изучено и непонятно что это такое вообще это касается не только физического там шизофрении то же самое прочитайте там огромная статья огромная а потом оказывается что это в конце подписка то есть очень много не изучено непонятно и вообще мы не знаем не особо не не знаем что о чем речь но чем что-то подходит давайте будем думать вместе еще тысячу лет давайте вот туберкулез давайте посмотрим человека самый заслужен наш этот вирусолог вот смотрите сколько там нет сколько там нагоняния страха что давайте прививаться давайте это заражаться этим чтобы потом из-за концепции за той концепции что там антитела вырабатываются вот давайте мы заразимся маленькой дозы такой хиленьких этих самых вирусов которые мы там вот и потом вы будете из-за этого не будете заболевать большими какими-то формами и вот просто вырезка там чтобы не быть таким этим самым голословно я понимаю что многие некоторые моменты они могут перегибами показаться но вот просто послушаю александр апт родился в 1951 году в москве в 1980 году окончил биологохимический факультет московского государственного заучного педагогического института еще студентом в 1978 году пришел старшим лаборантом центральный научно-исследовательский институт туберкулеза с 1998 года заведует в своем институте лаборатории иммуногенетики с 1998 по 2000 работал членом комиссии ВОЗ по разработке новых противотуберкулезных вакцин с 2001 года член американского общества микробиологов с 2003 года член экспертного совета российского фонда фундаментальных исследований награжден почетным знаком имени академика автор более 70 статей ведущих отечественных и зарубежных научных журналов александр славанович вы работаете в мире туберкулеза мы привыкли к тому что в прошлом это наверное была самая известная болезнь ну во всяком случае литературная самая знаменитая а сейчас что ученых еще остались вопросы очень много ничуть не меньше чем их было туберкулез оказалось большой загадкой очень сложным заболеванием да к тому же еще до сих пор в мире каждый год полтора миллиона человек умирают от туберкулеза вместе с малярией это самая главная пожалуй причина смерти от инфекционных болезней примерно два с половиной миллиарда людей являются носителями туберкулеза но как вы понимаете болеют туберкулезом гораздо гораздо меньше вот то есть к счастью генетическая резистентность такая человеку присущи но цифры а вот предрасположенность туберкулеза вот к тому что человек является носителем это здесь есть ряд генетических факторов по-видимому да и вот об этом мы знаем как раз очень мало и вот этим я сейчас как раз занимаюсь как профессионал насчет форм конечно клинических мы не очень знаем до сих пор никто не знает собственно говоря крупный рогатый скот одомашнился и стал болеть туберкулезом заражаясь от человека или человек стал болеть заражаясь от крупного рогатого скота это до сих пор обсуждается из трудности диагностика до сих пор большие потому что мы далеко не всегда легко диагностируем туберкулез до сих пор нелегко и идеальных методов нет в 1882 году кох открыл туберкулезную полочку вот прошло больше 130 лет знаем пока к сожалению никаких больших успехов по сравнению с бцж нет что делает вакцин бцж она действительно не когда ее дают как положено в детстве она не защищает от легочного туберкулеза во взрослом состоянии думаю причина могут быть разными одна из самых простых что просто не хватает дело в том что вакцинирует в роддоме потом в россии в частности ревакцинирует в семь лет перед школой а потом больше не ревакцинирует на это тоже есть своя причина потому что нельзя выводить микобактерии даже даже ослабленные какими являются бцжа людям которых есть уже инфицированность там происходит довольно сложные иммунологические сдвиги и можно спровоцировать туберкулез да она не эффективно против того что мы можем подхватить в взрослом состоянии и не создает она иммунитет пожизненного чего нет того нет но можно ли рисковать в мегаполисе где простите есть абсолютно все факторы резко просто все можно рисковать ребенком который может заболеть тяжелейшей формой туберкулеза малоизлечим да пока вакцина не защищает от кори но она настолько ослабляет течение что это стал просто сравнительно не опасным заболеванием а было очень опасно люди говорят не хотим делать эксперименты не хотим специально формировать иммунитет если бы они знали насколько это непросто что-то сформировать в иммунной системе конечно дифтерия но есть болезни которые мы победили весь мы их победили загружать натуральная оспа никаких других примеров нет встроенные с помощью вектор векторов гены могут начать себя вести так как мы еще пока не понимаем и что-нибудь но пока поскольку я беспрерывно в лаборатории имею дело с чем-то генетически модифицированным с бактериями туберкулеза в которые вставлены флуоресцентные белки зеленые и красные чтобы я их мог видеть в микроскоп вот мы проверяли довольно много как они образуют колонии как они ведут себя какова их вирулентность ничего не меняется ничего не меняется только свечи вы знаете если бы так просто было что-нибудь встроить в геном мы прилагаем огромное усилие для того чтобы получить вот этот вот продукт для исследования разумеется и используем для этого сложные конструкции сложные воздействия включая кстати электрический ток высокого напряжения чтобы строить чтобы что-то встроить в клетку и считать что вот она сейчас сама минует нас и без всяких войсей поползет поползет но не знаю я считаю что здесь взвешивать надо пользу реальную от того что дает генная модификация вот несколько сюрреалистического предположения что вот она сейчас на меня накинется в общем я стоясь здесь стороне больше смелости то есть представьте себе вот весь научный потенциал брошенный на борьбу с туберкулезом или там с малярии леса с какой-то болезнью который абсолютно беспомощен то есть они подписываются под каждым словом своей беспомощности они заменяют реальные дела они заменяют таким как бы сказать многословием вот этим научно эзотерическим сленгом который чтобы готов который влезть нужно ну я не знаю что нужно нужно семинар какой-то устроить где ты день и ночь находишься вместе с ними и задаешь вопросы недельными чтобы картину эту себе нарисовать да и получится картина вполне реальная картина но ребята где результат почему склад все время мы должны мерить зло больше меньшее зло оказывается что меньшее зло выгодно кому-то и кто на этом бабки делает вот а результата нет результат он равен естественному отбору то есть вот один умер один живет вот два с половиной миллиарда зараженные этими да и себе хорошо ходят и зараженными они и коронавирусом два с половиной миллиарда остальные а те еще айцам зараженной то есть иммунодефицит то есть это вся концепция это глючная мать и вот это шайка лейка называемая наукой да она хорошо себе устроилась это вода христианская тема где своим выдаются разные денежки дают там научные работы нобеля дает им все они там устроить посмотрите целый список самсоновича то есть он хорошо устроился он целую жизнь будет непочатый край у него будет работы а результат где результат вот хорошая надежда что тенденция что что-то уменьшается да мы можем хорошо наговорить и вот это все называется наукой вот это наука а если мы просто ревизию какую-то сделать до создать так научную концепцию другую их его не пустят тебя в никакой никакой научный журнал не опубликует что просто напросто 50 процентов болезней сами собой отпадут если всех пациентов просто прочищать им кишечник вот просто от говнища вычищать и отравление убирать источник отравления то есть гадость вот эту всю и все но как же ты же как же мы можем человека заставить чтобы он не кушал так не жрал как свинья но он же человек если он человек то он может ограничиться он на пост на пост может прийти кушает мне кушать но оказывается не может слаб человек по павлову он инстинктами живет если он один день не покушать да какой там один день перестаньте вы что там если он не позавтракает у него проблемы на всю оставшуюся жизнь и вот с этим наука должна считаться то есть она идет в русле понятен смысл всего этого это дурдом полнейший почему науку вот эту всю иммунологию и всю генетику она работает по системе добра и зла то есть есть свои хорошие и злые чужие то есть вот эти макрофаги их учат если они не могут они дома я наслушался послушайте этого генетика это вообще изумительная сказка это голливуд отдыхает если там чуть-чуть краски другие сделать просто вот этот же самый текст только взять название другие дать и в жизнь пустить вот так в реальную жизнь это будет тоже не надо ничего придумать сценарий готовый почему она агрессивна эта теория почему здесь киллеры есть почему одни хелперы киллеры вот эти игры да вот дети играют в эти все стратегические то же самое теория добра и зла цивилизация на этом держится иуда христианская и она все это держит почему это не нормальное сожительство тысяч миллионов организмов которые летают всю историю человека жизни на земле они заполняют все пространство это мелкие организмы они живут умирают оболочку теряют потом когда теряют оболочку они там борются за жизнь и пытаются воссоздаться ли при лепрекации то есть они попадают в хорошую среду и могут еще питаться за счет других организмов то есть это умирающее все это не то что она имеет свой быт вот мы дышим да вот мы все дышим сколько из нас выходит абсолютно вот этих всех умирающих отмирающих клеток co2 там всего сколько мы в туалет ходим и это все выходит это все живет имеет свой быт дыхание кишечник две основные составляющие такого реально физического видимого мира третье я говорю это это энергетика который вообще науки нету не существует водка существует под которой человек скачет как обезьяна а энергетики тела не существует энергию бензин в машину заправляют а в человеке нету этого это самое то есть нету никакой нормы заливаю заливающий бензин да то есть или пищу принимающий там или это сверхном то есть абсолютная вот эта концепция научная да моё самое большое желание это вы знаете просто-напросто создать в конце концов какие-то научные программы познавательные которые государством бы спонсировались которые бы сталкивали лбами научных сотрудников этих работников которые должны публично рассказывать и высказываться нормальным языком то есть они должны бороться за эту денежку которую им дает государство из десяти вот этих генетиков один должен доказать свою точку зрения которая который поможет людям сейчас же коронавирус полностью сели куда обратно в лужу сидят они там глубоко сидят подборку всех этих новостей которые из университетов от докторов таких очень больших там приходит если подборку это посмотреть разброс значит коронавирус это в принципе всего он все поражает и в конце концов от всего умирается а главное иммунитет я вот попробовал разобраться что с этим иммунитетом начал читать все одно второе третье смотрю это смотрю вроде бы как они все складно это все говорят да и к чему приходят что ребята вот очень все сложно очень все сложно но нельзя вот есть это какой-то что-то препарат который тело вырабатывать мы можем его синтетически синтезировать но если мы больше давку дам это будет отрава то есть они подписываются под собственное невозможно они понты колотят понимать просто-напросто создают обрубают рецепторы до изжога что такое-то желчный пузырь выпускает желчь чтобы помощь пищеварению как они говорят тоже я согласен и когда много и она ты киши этот желудок стоит она начинает сжечь все можно таблетку от изжоги нейтрализовать ну что же это такое этот организм сам борется а ему не дают вот и все нет чтобы помочь это все просто очень просто это может разрушить полностью научно эту концепцию если каждому допустим раз в год будут делать промывание кишечника полностью раз в год научат его дышать если реклама будет только о том как нужно дышать как нужно жить вместо того чтобы вот это потребление вот этих таблеток и бопром вот это все время рекламное дышать человек возьми три вдоха глубоких сделай на рекламной паузе ты слишком это расскажите ему как он себя ведет как животное что он не может попал ему рефлектирует попал ему все что он вообще день сложно он умрет лучше в муках будет лежать но он никогда не не задумывается а это все от рекламы это все от воспитания будет реклама будет воспитание будут люди здорово жить здоровый образ жизни прошлой передачи рассказывал вам о том как как просто молодую поколение взять собрать их и прочистить мозги и физических до завтра до 48 дня а и и Продолжение следует...